Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Александр Пасечник. О главных событиях этой недели расскажу вам прямо сейчас, в этом выпуске. О работе с соотечественниками за рубежом рассказали на международной конференции в Ханты-Мансийске. Национальная премия «Радиомания» прошла в Москве. Ленинград. Дорога жизни. Музей Победы представляет новую выставку. А теперь более подробно об этих и других новостях. Соотечественники более чем из 20 стран мира приняли участие в международной конференции в столице Югры. Представители МИД России и Россотрудничества обсудили положение русского языка за рубежом, а также предложили новые проекты по популяризации отечественной культуры. О роли соотечественников в достижении общих национальных целей шла речь на 6-й международной конференции в Ханты-Мансийске, посвященной работе над образовательными и культурными связями с русским зарубежьем. Мероприятие проходит в регионе ежегодно. Площадка является одним из ключевых проектов по сохранению русского языка и поддержке соотечественников. В этом году участие в конференции принялись жители Венгрии, Германии, Чехии и других стран. С приветственным словом гостям обратилась губернатор Югры Наталья Комарова. Закрытые границы, ограничительные барьеры требуют от нас еще больше открытости в общении с теми, кто нам дорог, чьим мнением мы дрожим. Мы полагаем, что наша конференция будет включена в перечень мероприятий, которые разрабатывает МИД России, госоточная программа поддержки и продвижения русского языка за рубежом. Это позволит расширить возможности и нашей конференции. Одним из главных вопросов на пленарных дискуссиях стала популяризация русского языка и культуры за рубежом. О методах работы в русских центрах рассказали руководители из Италии и Словакии. Высоко оценила деятельность школ за рубежом ректора Института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. Безусловно, благодаря нашим соотечественникам за последние 30 лет в мире сложилась уникальная, пожалуй, единственная система поддержки русского языка, большого языка, языка международной коммуникации. Благодаря усилиям наших соотечественников созданы школы дополнительного образования, так называемые русские школы, которые очень плотной, такой мелкой сетью покрывают все континенты и все страны. И в этих школах сохраняется русский язык, русская культура. Хантамансийский автономный округ регулярно организует мероприятия для соотечественников, проживающих за рубежом. В этом году Югра планирует провести Дни культуры и выставки народного творчества с участием соотечественников. Проект познакомит их с народным творчеством и культурой коренных народов Севера. Русская «Чайка» приглашает принять участие в международном конкурсе педагогов, журналистов, а также всех, кто занимается развитием русского языка за рубежом. Участники смогут поделиться опытом обучения детей-билингвов и рассказать о работе русскоязычных школ в странах СНГ и Европы. Проект поддерживает Министерство просвещения России. Конкурс медийных площадок для изучения русского языка за рубежом представляет международный проект «Русская «Чайка». Авторы блогов и интернет-сообществ по популяризации языка, учителя и педагоги русских центров, а также школьники и студенты могут отправить заявку на соискание международной премии. Конкурс проводит Московский Центр образовательных инноваций «Шаг» в поддержке с Министерством просвещения России. Для участия в проекте нужно представить свой образовательный блог в социальных сетях, сообщество русскоязычных преподавателей, сайт об изучении русского языка или YouTube-канал. Конкурсные работы принимаются по пяти номинациям. Это блоги и сообщества, интернет-сайты, публикации педагогов, работников зарубежных образовательных организаций, работников русских ассоциаций школ и просто частных лиц, которые освещают русский язык, русскую культуру на своих страницах в социальных сетях, в личных блогах. И все победители получат бесплатный доступ к онлайн-курсам наших партнеров, таких как «Русское слово», «Оберсоюз» и других организаций. В жюри конкурса преподаватели русского языка как иностранного в ведущих отечественных вузах, координаторы международных программ, а также заслуженные работники культуры России. Специально для педагогов русскоязычных школ за рубежом организаторы выпустили большой сборник увлекательных практик для работы с детьми-билинговыми. На сайте проекта собраны лучшие ресурсы для организации школьных занятий. Это видеоуроки, онлайн-словари и мобильные приложения. Прием заявок для участия в международном конкурсе пройдет до 5 декабря. Автор лучшей работы сможет получить приз на сумму 100 тысяч рублей. Ежегодная национальная премия «Радиомания» подвела итоги в Москве. В этом году в конкурсе участвовали 200 сетевых и региональных радиостанций. Лауреаты и авторы лучших проектов получили главную награду премии «Золотой микрофон». Фонд содействия развития радиовещания «Академия радио» при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Российской Федерации ежегодно проводит самую престижную премию в сфере радиовещания. Конкурс был учрежден в 2002 году с целью популяризации достижений отечественного вещания и обмена опытом. За время работы премии стали известны множество творческих проектов и инициатив от работников профессиональной индустрии. «Радиомания» — это некий радийный «Оскар» и для всей радиоиндустрии это, безусловно, очень важное и, я бы сказала, главное, наверное, событие в году, потому что для нас любая победа — это стимул к тому, чтобы расти, развиваться, двигаться далее, поэтому победа даже в одной номинации для нас — это большой шаг вперед, и поэтому я думаю, что все ждут, все, безусловно, болеют за свои команды». В этом году жюри оценивали работы участников, посвященные социально значимым проектам. На соискание премии претендовали эфирные радиостанции, которые вещают на территории России. В конкурсе участвовали информационно-аналитические, развлекательные и познавательные программы, а также репортажи и радиошоу. Жюри смогли оценить профессионализм и работу ведущих, продвижение СМИ в цифровой среде и рекламные аудиоролики. «У нас еще все впереди, и чем больше наград каждый из нас получит, тем больше стимулов будет у нас продолжать эту замечательную историю под названием «Радио Уродович». «Золотые микрофоны» в этом году получили проекты «Газпром Медиа Радио». В категории «Сетевые радиостанции» победителями стали «Авторадио», «Детское радио» и «Юмор ФМ». Среди региональных — проекты «Лайк ФМ» и филиалы «Юмор ФМ» в Казани. Об истории создания легендарной ледовой трассы в годы Великой Отечественной войны расскажет выставка «Дорога жизни». Магистраль была проложена через Ладожское озеро и помогала спасти жителей блокадного Ленинграда. Экспозиция представит архивные документы, фотографии и подлинные вещи военного времени. 80 лет назад в блокадном Ленинграде была открыта ледовая дорога жизни. Транспортная магистраль спасла более миллиона жителей города. Именно по ней в период войны высажденный Ленинград заставляли продовольствие и эвакуировали детей и женщин. Над строительством автомагистрали работали лучшие инженеры, техники и изобретатели в Советском Союзе. Музей Победы начала свою работу выставка, которая посвящена легендарной Ладожской трассе, ледовой трассе, которая стала единственной нитью, связывавшей блокадный Ленинград со страной в годы войны. Мы хотели бы, чтобы подрастающее поколение знало об этом подвиге, знало об этом изобретении, о том, как во время войны были реализованы, казалось бы, немыслимые, дерзкие идеи. До войны транспортная магистраль через Ладожское озеро никогда не использовалась, но во время осады Ленинграда именно этот путь остался единственным для связи с северной столицей. Осенью 1941 года ведущие конструкторы и инженеры были вынуждены срочно наладить железнодорожные и подъездные пути к озеру, чтобы обеспечить дорожные сообщения, придать необходимое продовольствие и топливо. Ранние холода позволили начать работу над ледовой трассой 13 ноября 1941 года. Ежедневно на разведку маршрута выходили специальные военные группы, и уже через несколько дней блокадный Ленинград удалось доставить первый груз 60 тоннами муки. Постепенно инфраструктура через Ладожское озеро была налажена, и каждая полуторная машина могла доставлять продовольствие на 10 тысяч человек. Мы примерно решили показать, как выглядела комната одного из жилищ в Ивакопункте, то есть и деревенскую утварь, и элементы, которые принесли сюда специалисты, отвечающие за эвакуацию, чтобы как можно больше могло разместиться здесь, обогреться народ перед тем, как отправиться уже за Ладугу. Было три Ивакопункта основных, это Кабона, Лаврово и Жихарева, для размещения эвакуированных, чтобы впоследствии отправить их уже на железнодорожном транспорте вглубь страны. Ледовая дорога жизни проработала две блокадных зимы. Автомобили и конно-санные обозы перевезли за это время более тонны продовольствия и эвакуировали около полутора миллионов жителей. В 1942 и 1943 годах по этому пути из Ленинграда также доставляли вооружение для Красной армии. В нашей выставке принимает участие Ленинградский музей прорыва блокады Ленинграда, и они нам предоставили для участия коллекцию Семена Гельберга. Это художник, архитектор, который с первого до последнего дня функционирования трассы работал на ней как флагманский маскировщик. Мы можем увидеть эти уникальные произведения, которые были созданы непосредственно на дороге жизни, а также уже в послевоенные годы. Посетить выставку в Музее Победы можно до 30 января 2022 года. В организации временной экспозиции приняли участие музей-заповедник, прорыв блокады Ленинграда и Центральный государственный архив кинофотодокументов Санкт-Петербурга. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. До новых встреч и до свидания.